В Украине будет создана абсолютно новая система авиабезопасности и гражданской защиты. От всемирно известной компании Аэробус и Геликоптер МВД получила французские вертолеты и теперь по всей стране намерена открыть специальные базы со своими СТО. Украинские пилоты и техники уже проходят обучение во Франции. Это национальная база службы гражданской безопасности и чрезвычайных ситуаций во французском НИМе. Отсюда экипажи вылетают на экстренные вызовы и патрулирование по всей Франции. В основном это горные и прибрежные регионы, потому что наша миссия это спасение людей, в том числе жертв несчастных случаев. Здесь же на месте вертолеты ремонтируют, перебирая их чуть ли не с нуля. Когда мы проводим полную разборку вертолетов, на это уходит обычно 10 недель. С французскими вертолетами Украина перейдет на автономное и техническое обслуживание. Подобные СТО для вертушек будут созданы по всей Украине. Первый в Нежине. По словам министра внутренних дел, украинско-французский контракт по закупке 55 машин это не просто обновление авиапарка гражданской обороны. Это комплексное создание новой системы координации авиационной инфраструктуры. Система авиационной безопасности, которую мы строим для Украины, это абсолютно новая система, которая даст совершенно другой уровень качества. Мы не можем быть вечно привязаны пуповиной к этому постсоветскому штампу, потому что мы и так не можем развиваться. И так как, к сожалению, в Украине нет такого производства массового вертолетов, нет нового модельного ряда, а нам нужно сделать скачок качественнее. На данный момент на тренировочной базе Аэрбуса проходит обучение первая группа пилотов. За ними в Мариньян отправятся и наши техники, которые в дальнейшем будут обслуживать новый авиапарк. Сюда, в Мариньян, прилетят еще люди, которые будут обеспечивать первое техническое обслуживание. Затем мы откроем в Украине нечто похожее. Технический центр по обслуживанию вертолетов Аэрбас, чего никогда не было. Это будут большие рабочие места, это будет большая компетентность. Помимо одного из самых многофункциональных вертолетов H-225, украинские силовики получат абсолютно новые двухдвигательные и однодвигательные H-125 и H-145. На них патрулирование будут совершать наши пограничники и полицейские. И чтобы показать весь процесс сборки, Аэрбус открыл двери для нашей делегации в Святую Святых. На секретный объект впервые допустили и украинских журналистов. 45 дней. Это полный цикл сборки вот такого вертолета H-125. Это единственный вертолет, который совершил посадку на Эверест. Таких вертушек Украина получит 34 единицы, что позволит полностью контролировать порядок в воздушном пространстве. Для французской стороны контракт по поставке вертолетов не только бизнес. Это большой контракт, который стал прорывом для нас. Он демонстрирует не только сотрудничество с Аэрбасом, ведь это государственный контракт. Еще больше смысла и значения этому договору придает наше партнерство. Мы очень серьезно относимся к выполнению наших обязательств. Еще один бонус, который получает украинская сторона, это симулятор. Он оборудован так, что можно менять кабины от разных моделей вертолетов, экономя средства для тренировки летного состава. Полный набор в нештатной ситуации на себе прочувствовал и министр внутренних дел. Во время его полета загорелся двигатель. Начался ливень, поднялся ветер, скоростью больше 20 метров в секунду и под конец повалил снегопад. Пилот с управлением справился. Симуляторы, которые дают представление полностью адекватного полета. В нашем контракте есть один и такой симулятор. Для наших пилотов он будет стоять в регионе Чугея. Ирина Баглая, Иван Ермаков из Франции. Специально для подробностей. Телеканал Интер.